МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всемирная организация здравоохранения передала белорусским медикам гуманитарный груз для борьбы с ковид. В эфире программа события в студии Ольга Онищенко. Здравствуйте. Новым шагом к цифровым преобразованиям в Беларуси станет внедрение ID-карт. Международный форум в области телекоммуникации состоялся в Минске и открыл перспективы цифрового будущего. Что в ближайшем обозримом, знает наш обозреватель Олеся Высоцкая. Эксперты уверены, электронное правительство открывает возможности вступления в новую эру общения между государством, гражданином и бизнесом. И Беларусь делает серьезные шаги к цифровым переменам. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству Беларусь входит в топ-40, а по уровню развития электронных услуг и сервисов 32-я среди 200 стран. Новым шагом к цифровым преобразованиям станет то самое внедрение ID-карт, что откроет простой доступ к электронным услугам для беларусов. Например, получению справок в один клик. С 1 сентября мы надеемся, что уже для наших граждан, для лиц без гражданства, для иностранцев будет возможность получать ID-карты. Что такое ID-карта? ID-карта – это способ взаимодействия с государством, получения каких-то административных услуг для того, чтобы не надо было отобивать кабинеты и для того, чтобы сократить сдержки на бизнес-процесс. Этот процесс очень длительный, очень долгий, поэтому мы делаем очень серьезные шаги попустить к построению именно цифрового государства, как государство от будущего. Без технологий сегодня невозможно развивать экономику. К росту ВВП они могут ежегодно добавлять по 3%. Например, компьютерное моделирование позволяет проектировать и испытывать машины за полгода, значительно сокращая затраты. Раньше на это требовалось около двух лет. Получать ID-карты и биометрические паспорта для выезда за границу беларусы смогут с 1 сентября. Это в том числе откроет доступ к электронному правительству, оказание услуг административным процедурам в электронном виде через единый портал госуслуг. Все это станет возможным благодаря цифровой подписи, зашитой в ID-карту. Количество услуг, которые таким образом можно будет получить дистанционно, постоянно расширяется. Сегодня их порядка двух сотен. Наша задача построить портал таким образом и оказывать услугу населения так, по максимуму, по выявительному принципу. То есть в будущем не вы должны заказывать услугу, а государство, понимая определенную жизненную ситуацию, должно вам предложить тот или иной вариант решения вашей жизненной ситуации. Тем, кто достиг 14-летнего возраста, ID-карту и биометрический паспорт выдадут на 10 лет. Несовершеннолетним на 5, и помимо этого у них не будет электронной цифровой подписи. БелАЗ получил контракт в России на 200 миллионов долларов. Куда отправятся наши самосвалы и какие новости у других промышленных флагманов? Наши машиностроители поставят в угольные карьеры Якутии 93 самосвала. А вот Минский тракторный завод увеличивает продажи в дальние зарубежья. За первых три месяца этого года рост более чем 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Одновременно холдинг МТЗ выводит на рынок и свои новинки. Сейчас на полях тестируют гусеничных белорусов. В гусеничных ход намного лучше, буксование меньше, зацепление землей лучше. Все зависит от почвы, какая почва, где и работаешь. 200 лошадиных сил в тракторе как бы, он справляется легко. Средний вес трактора 10 тонн, зерноуборочного комбайна 30, а для уборки в свеклы вообще 50 тонн. За сезон техника выезжает в поля десятки раз. От такой нагрузки почва становится переуплотненной, что не совсем комфортно для растений. А вот гусеничные машины щадят землю. Экспериментальным путем специалисты посчитали. Такие машины позволяют аграриум получать прибавку выраженности примерно процентов на 5. К тому же эта машина универсальная, много влаги в полях, в поле отправляется на гусеничном ходу. Нормальные условия, можно смело вернуть колеса. За незначительное время колеса снимаются со ступицы фланцев. И на эти же места, этими же болтами прикручиваются гусеничные тележки. При сравнительных испытаниях гусеничного трактора и колесного наблюдалось снижение расхода топлива. Белорусские тракторы востребованы у зарубежного покупателя. Ожил и белорусский рынок. С начала года МТЗ поставил в хозяйство страны более 700 машин, из которых полсотни – это энергонасыщенные модели. Ки-белорусы в Минской области оснащены системой точного земледелия. Новый пилетный завод построили в Ганцевическом районе. Сколько продукции планируют производить и куда будут ее поставлять? На предприятии будут выпускать топливные гранулы из опилок, щепы и других отходов деревообработки. В год 20 тысяч тонн пилет. Их планируют отправлять на экспорт страны Евросоюза. Цех построили рядом с уже существующим участком лесопиления. В первую очередь это обосновано необходимостью вовлечения в оборот дополнительного объема невостребованной древесины. Нынче это низкосортная древесина, щепа, опилки, которые образуются у нас в том числе и после лесопиления. Вторая причина – это наличие значительной сырьевой базы в лесходе. У нас расшотная лесосека с учетом рубок промежуточного пользования в год составляет более 230 тысяч метров кубических. Запуск завода станет частью госпрограммы развития деревообрабатывающих предприятий. Оно уже второе в Брестской области. Всего в планах на этот год открытие шести пилетных заводов. Они дополнят сеть из семи подобных производств, созданных по поручению главы государства в прошлом году. Спасибо. Обзор подготовила Олеся Высоцкая. Больше новостей из сферы экономики и не только. На сайте нашего телеканала беларусь24.by. 2 мая в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. Она продлится по 1 июня. Для абитуриентов определен 41 пункт регистрации. Как будет проходить вступительная кампания? Будут ли какие-то изменения в этом году? Об особенностях ЦТ-2021 поговорим с Юрием Мексюком, директором Республиканского института контроля знаний. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Регистрация на централизованное тестирование стартовала уже, каковы особенности вот этого этапа в нынешнем году? Есть ли какие-то? Ну, этот этап, я думаю, для абитуриентов будет более комфортным, чем было это в прошлом году. Почему? Потому что мы предоставили более удобную систему регистрации, предварительной электронной записи на централизованное тестирование, когда абитуриент может создавать свой личный кабинет, и в любое время суток, когда он имеет на это время, проводить выбор предметов, пунктов тестирования, редактировать эти вещи и, в конце концов, выйти на то, чтобы окончательно выбрать все свои предметы и пункты тестирования, заполнить анкету, провести оплату и получить пропуск, уже лично прибыв в пункт тестирования. А раньше нужно было приезжать еще для регистрации в пункт? Ну, раньше, в прошлом году уже имелась возможность некоторой оперативной работы, но она была связана с необходимостью держать контакт, хоть в электронном виде, с пунктом регистрации. Теперь такой необходимости нет, поэтому абитуриент онлайн может делать очень многое. Ну, уже вот на данный момент, насколько активны сейчас абитуриенты? Много ли зарегистрировался человек? Ну, на самом деле, вот то, что мы предоставили такую более удобную возможность, это действительно сказалось и на результаты вот этой темпы регистрации. Если говорить уже на сегодняшний день, то свыше 17 тысяч абитуриентов сформировали свои личные кабинеты, проводят работу, ну, и где-то порядка около 10 тысяч абитуриентов уже полностью выбрали, сделали свой выбор и провели оплату. То есть темпы действительно очень такие быстрые. Ну, это связано с тем, как я уже сказал, что у абитуриента есть возможность и днем, и вечером, в любое время суток, потому что система доступна 24 часа, проводить эту работу. А какие предметы в лидерах оказались на данный момент? Ну, тут неожиданности нет. Это те предметы, куда больше всего абитуриенты записываются. То есть это русский язык, это математика, это английский язык. Ну, а дальше идет физика, биология, белорусский язык и так далее. В белорусских вузах много учится иностранных студентов. Какова процедура регистрации для них? Они могут регистрироваться точно так же, как и наши абитуриенты, если имеют такую возможность. Но многие из них такой возможности не имеют, поскольку не имеют возможности рано прибыть на территорию Республики Беларусь. Поэтому у них есть предусмотрены другие возможности. Они, как и в прежние годы, могут по почте посылать свои документы. Это копию паспорта и заявление. Ну, а уже прибыть в Республику и обратиться в пункт регистрации на ЦТ не позднее, чем за один день до начала проведения испытания. Они должны предъявить, будут личные, уже оригинал документа, получить необходимую информацию, провести оплату, получить пропуск. Это все было. Но в этом году у них появляется возможность, точно так же, как и у наших абитуриентов, онлайн-регистрации. Но при этом они должны помнить, что до 1 июня они должны провести оплату. Есть возможность использовать платежную систему E-Pay. Поэтому я думаю, что у них тоже появилось больше удобства. Ну, а к чему готовиться в целом будущим студентам? В том плане, станет ли ЦТ более сложным? В этом году. ЦТ более сложным не станет. Ну, можно сказать, оно станет более сложным для недобросовестных абитуриентов. Эта задача действительно преследовалась. И цель была сделать все необходимое, чтобы каждый получил, что называется, по заслугам, получил объективно и справедливо. Поэтому знания и результаты абитуриентов, которые добросовестно работают, должны быть защищены. В этой части мы несколько уменьшили часть А, там, где есть определенная возможность гадать, осуществлять выбор. увеличена часть Б, но сделано это непропорционально и предусмотрены дополнительно меры. И я думаю, что абитуриенты, которые проходили второй-третий этап репетиционного тестирования, они смогли в этом убедиться. Но мы, по крайней мере, по тем результатам, которые видим, тоже убедились, что ЦТ сложнее не будет. Нужно просто прийти и показать школьное знание. Никаких дополнительных знаний для того, чтобы получить очень хороший результат вплоть до абсолютного 100 баллов, не требуется. Еще один важный нюанс, наверняка для всех поступающих. Изменится ли в этом году пороговое значение минимальных баллов? Пороговое значение не меняется, они сохраняются, как и в прежние годы. Я могу напомнить, что 20 баллов – это для физика, математика, химия, биология, как первый профильный предмет. Они уже могут заявляться и участвовать в эти сертификаты в конкурсе. 10 баллов – это для второго профильного предмета, по данным предметам. Ну, и 10 баллов по русскому языку и белорусскому языку, если это не филологические специальности. Если филологические специальности, то от 25 баллов. Ну, по всем остальным предметам у нас, соответственно, первый профильный – 25 баллов, второй профильный – 15 баллов. Юрий Иванович, спасибо. На вопросы программы ответил Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. Далее в программе события «Гуманитарный груз для борьбы с COVID-19», премьер военной драмы и сертификаты вакцинации. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на «Беларусь-24» и мы продолжаем. Белорусские медики получили от Всемирной организации здравоохранения гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Что в его составе, знает наш обозреватель Светлана Чернова. В Беларусь доставили медоборудование на сумму 850 тысяч долларов. Это кислородные маски с резервуаром, а также аппараты, которые позволяют оказывать кислородную поддержку и при этом экономить кислород до 60%. Поставки медтехники идут в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья», направленной на совместную борьбу с общей угрозой. Кроме того, белорусские медики получили экспресс-тесты с высокой чувствительностью. Что касается аппаратов СИПАП, высокопотоковой терапии, это действительно эффективный и довольно-таки простой метод доставки кислорода и поддержки, дыхательной поддержки, неинвазивно. Она уже большую часть мы раздали, она уже пошла в регионы, в город Минск. Поставка медоборудования для Беларуси – это второй гуманитарный груз. Общая сумма помощи составила 5 миллионов 300 тысяч долларов. Это что касается лечения, а тем временем в стране продолжается массовая вакцинация, мера профилактическая. Привившимся белорусам, планирующим выезд за границу, на платной основе можно будет получить сертификат о проведении вакцинации. Там будет указано, где, когда и каким препаратом привился человек. Документ заполнят на русском и английском языке. В конце апреля в Беларуси состоялась премьера военной драмы национальной киностудии «Беларусьфильм. Судьба диверсанта». О чем картина и как проходили съемки? Это история о белорусском электрике партизане Олеся Орловича, который всего двумя минами взорвал 16 немецких тигров. Образ главного героя собирательный, но в его основе судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего одну из крупнейших сухопутных диверсий Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи. Съемки картины длились полгода в Минске и в лесах под Смолевичами. Режиссером стал Дмитрий Астрахан. Картина была готова в 2019-м, но пандемия сорвала премьерный показ. Презентация для кинокритиков была всего одна и сразу в мировом статусе. Судьба диверсанта стала фильмом-открытием 13-го Чебоксарского кинофестиваля, где акцент на региональное кино. Что, Олеся? Проходи за меня за уши. Олеся, добросовестно. Надежный работник. У него настоящий талант. Белорусские в кадре не только пейзажи, но и вся военная техника. Локомотивы и составы поезда доставляли из Могилёва и Молодечно. Их же феерично взрывали, что дало картине приставку экшен. Сценарий на основе фактов и документов в художественное русло привел белорусский драматург Павел Могилин. Актерский состав международный из популярных российских Андрей Смоляков и Александр Семчев. Всего же на одной съемочной площадке численность актеров доходила до двух сотен. Герой, собственно говоря, нашего фильма, он постоянно с кем-то дерется, постоянно там кладет кучи немцев. Ну просто, ну герой, герой. Мне главное, о чем это кино? Мне не важны особо там какие-то батальные сцены, какие-то экшен. Для меня важно, что в нем описывается подвиг наших белорусских партизан, в конце концов, которые действительно в Осиповичах имела место, эта история. Поэтому они герои, и мы должны это помнить. Для меня это бесконечно важно. Военная драма, бессложные компьютерные графики. Создатели ленты решили показать события и персонажей максимально натуральными. За достоверность отвечали эксперты военно-исторического общества России. Пожалуй, главный цензор военных лет. Кроме киноверсии, готов и сериал в четыре серии. Мы сейчас ведем переговоры с некоторыми российскими телеканалами о возможности приобретения фильма. И мы надеемся, что при поддержке наших партнеров он будет продан в России, показан в России, в Белоруссии и в странах ближнего зарубежья. Мы должны видеть окупаемость какой-то наших фильмов и востребованность. А востребованность – это и кинопрокат, и телепрокат, и интернет-платформы. Белорусский дизайнер Никита Ведерников представил свою коллекцию одежды на модном вечере русского силуэта в Москве, что впечатлило зрителей. В коллекцию белорусского дизайнера, которая называется «Диван из куфору», вошли плюшевые пледы, ручная вышивка, керамические пуговицы авторской работы. В основе идеи – детские воспоминания автора об отдыхе в деревне у бабушки, а также взгляд на современную загородную жизнь. Представление коллекции молодых дизайнеров – изюминка модного вечера. Мероприятие проходит в рамках Московского международного кинофестиваля, и на подиуме не только профессиональные модели, но и известные российские актрисы. Например, вечерние образы представила Юлия Такшина, известная многим по сериалу «Не родись красивой». В Белоруссии потрясающие фабрики работают, льняное производство известно на весь мир. И из России многие приезжают размещать заказы, так что сохранилось свое производство, за это вам большое спасибо. И потрясающая ваша мельница моды, которая кует, кует, таланты, таланты, такая прекрасная молодежь. Это уже пятый фестиваль, когда к нам приезжают из Белоруссии. Мне нравится, как они работают, как работают ваши педагоги. Они большое внимание уделяют национальному костюму, белорусскому костюму. И вот всегда были аплодисменты, потому что не унисекс, который проповедует весь мир, а именно национальные черточки своей культуры. На модный вечер русского силуэта белорусы привезли не только коллекцию, но и подарки. Теперь в собрании кукол Татьяны Михалковой белорусская коза – символ плодородия и богатого урожая, а также натуральные скатерти и ручной работы Оршанского льнокомбината. Спасибо, обзор подготовила Светлана Чернова. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами в этом году отмечает 95-летие. История общественной организации тесно связана с историей и развитием Беларуси. О приоритетных направлениях работы общества, налаживании культурных связей между странами, международных проектах поговорим с председателем Президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Ниной Ивановой. Нина Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, для каких целей создавалось в свое время общество и кто стоял тогда у его истоков? Справедливости ради я должна сказать, что создание подобной организации не было эксклюзивом белорусским, потому что уже в 1922 году, когда мы были в Союзе, БССР, создавались такие общества в Москве, и Беларусь имела там свои представительства. А в 1925 году было создано Всесоюзное общество культурной связи с зарубежьем, и Беларусь тоже была представлена в этой организации. Но создание своей национальной организации, конечно, имело огромное значение. Вы справедливо сказали, шел процесс становления новой белорусской нации. Белорусы самоутверждались в мире, и была возможность заявить о себе, всему миру, о существовании древней славянской страны, и о самобытной, очень интересной, неповторяемой культуре белорусов. И, конечно, целью организации было представить свою страну за рубежом, но, безусловно, зарубежную культуру представить в Беларуси. Все понимали, в том числе и государство, и те, кто создавал организацию, что самый ближайший путь к взаимопониманию дружбы лежит через культуру. Поэтому основателями общества были тоже в основном деятели культуры, но и государственные видные деятели, деятели науки. Это Янка Купала, Михаил Чарот, Тишка Гартны. Были и юридические лица, например, Инбелкульт. Это такая организация, такой институт, который тогда назывался научно-исследовательский и культурно-общественный. В 1929 году он был реорганизован в Академию наук. Так что своими основателями мы можем гордиться, что и делаем по сегодняшний день. Какие сегодня приходится решать задачи? Сегодня у нас основные четыре программы. Если раньше всегда была культура, мы поддерживаем эту программу, развиваем. Традиции остаются у нас во главе угла. Это, конечно же, литература, искусство, музыка, изобразительное искусство. Конечно, все, что относится к культуре, мы стараемся популяризировать за рубежом. И, конечно, духовные достижения, духовные, как мы говорим по-белорусски, набытки других стран мы тоже стараемся показать особенно молодым белорусам. Но это одна программа. За последние годы, особенно с 1952 года, послевоенные годы, появились, конечно, ряд новых программ. Но сегодня это у нас, конечно, молодежная. Здесь мы обращаем внимание и на изучение языков. Не столько изучение, а может быть, закрепление, использование языков. Здесь мы работаем очень тесно с посольствами зарубежных стран. Мы в молодежной программе создали несколько форматов, которые, ну, востребованы у студентов, у старшеклассников. И с ними вот плотненько работаем. У нас есть программа межрегионального международного сотрудничества. При Доме дружбы работает Ассоциация «Продненные города», которую возглавляет известный в Беларуси человек, государственный деятель Борис Васильевич Батура. И мы не только помогаем городам белорусским находить партнеров за рубежом, но проводим координационные встречи двусторонние, трехсторонние. Ну вот из-за пандемии, к сожалению, нам не удалось провести встречу городов по-братиму Беларуси России, и Беларуси Германии. Но уже на этот год, на 21-й, мы такие встречи наметили. И в октябре, 8-9-го, встреча городов Беларуси и России пройдет в Жодино. На каких еще форумах проходит знакомство с белорусским наследием современной культуры? Это вечера, конечно. Прежде всего, вечера, посвященная литературе, посвященная музыке. Но мы в основном, конечно, отслеживаем круглые, как мы говорим, даты. И так нам проще работать. Но иногда берем интересного писателя-поэта и популяризируем его, что он называется, вот в своем зале. Ну а с какими странами сегодня наиболее тесные контакты? Если говорить о странах, о партнерах, у нас вообще структура следующая. 40 общез дружбы с разными странами. Как мы говорим, страновых общез дружбы. Это из чего мы состоим. Шесть областных отделений. И, естественно, мы стараемся, чтобы в каждой стране у нас был партнер. Не всегда так получается. Но, например, азиатские страны мы тесно сотрудничаем с Китайским народным обществом дружбы. Там же у нас есть еще один партнер. Это Шанхайский комитет по сотрудничеству. И даже в годы пандемии мы сумели провести пару онлайн-конференций, где обсуждали вопросы, которые интересуют и одну, и другую сторону. Во Вьетнаме это вьетнамское общество дружбы с зарубежными странами. Если говорить о Европе, то тут у нас в каждой стране практически несколько партнеров. Вот если о планах. Немножко о будущем. Какие международные проекты планируете реализовать, несмотря, может быть, даже на пандемию, другие сложности? Бесспорно. Вы знаете, мы перешли сейчас. Ну, перешли. Нас заставили обстоятельства перейти на формат такой клубной работы. У нас работает клуб «Юный дипломат», у нас работает клуб «Диалог с послом», у нас работает клуб любителей зарубежной литературы. Но, тем не менее, обратите внимание, мы все-таки пытаемся каждому клубу определить культуру как основную часть работы. Но, кроме этого, у нас остается международное, межрегиональное сотрудничество. Я уже сказала о встрече городов-побратимов Беларуси и России. Опять же, мы задолжали и будем обязательно готовить, как только получится возможность, получим встречу городов-побратимов Беларуси и Германии. У нас в планах, конечно, большой проект по Китаю. Спасибо. На вопросы программы ответила Нина Иванова, председатель Президиума Белорусского общества «Дружба и культурной связи с зарубежными странами». Итоги анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе «Отэнг. Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте беларусь24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok